Я хочу поговорить о наших недельных главах, шалах, шлахрхат и корах. В самом деле, думаю, что касается еще нескольких мест, безусловно. Абисоса Лантерс, известный Герет Мусар, мы переводили, печатали, издавали ее. Он там приводит такое совершенно важное замечание. Есть у человека грехи, которые ему кажутся очень маленькими, незаметными. Он говорит, на что-то похоже. Человек смотрит на небо. Видит, что какая-то звезда почти не видна. Если взять телескоп, то там надежда в целый мир. Так у нас есть проблема. Многие вещи оказываются нам очень далекими, незаметными, незначительными. Если немножко их посмотреть через значительное стекло, то видишь, насколько они огромные, насколько они страшные. Объясняю, каким должно быть, что такое наш телескоп. Это Торах. Мы видим вещи через ведение Тор. Я хочу еще немножко объяснить связи с нашими главами. Ну, скажем так, совершенно очевидно для каждого из нас, что наши недостатки мы смотрим через стекло, но уменьшительно, не увеличительно. Это всем очевидно. И для того, чтобы видеть их в истинном свете, нам надо их смотреть со стороны. Такой пример очень ясный – это то, как Натана Нави, пропагнатан порицал царя Навида после истории с Батшемой и Сурией. Скалу притчу о бедняке, о том, единственной овцах. Зробно объяснил эту притчу, что сделал человек, который забрал ему эту овцу и так далее. Но ведь сказал два слова, что он – это человек службы смерти. Скалу, Анатан сказал – это же ты. Это же ты. Вот есть по большому счету, конечно, нам надо научиться смотреть на себя не с уменьшительным стеклом, а с уменьшительным, через телескоп. Но, по крайней мере, надо научиться на том, что мы видим у других, что у нас тоже есть такие вещи, как с этим надо бороться. Это просто простой пример. Человек видит недостатки у другого. Так это не он сам. То, конечно, уже негодяй и мерзавец. Это первая реакция. Негодяй и мерзавец. И, конечно, он не будет его оправдывать, а будет его осуждать. Я говорю – сейчас человек не с улицы, конечно. Не тот, что называется Бентура. А есть другой взгляд на эти вещи. Ой, он сделал так плохо, но я же сделал то же самое, как будто два дня назад. То же самое, что сделал он мне. То есть человек должен видеть через недостатки других собственные недостатки. В этом сказано, что наши мудрецы замечательная вещь, вещь, лучшая высокий души, насколько я вижу, приводится в конце высокий души. Апуссель, пуссель мамуно. Человек, который называют другого посуду, то есть непригоден за какие-то его недостатки. О чем он говорит? О собственных недостатках. Именно их он видит другого. Поэтому наши великые учителя Мусара, они этим правилом очень хорошо пользовались. Как не пользовались, я объясню вам. Когда те недостатки-то видели у других, они начинали искать самих себя и исправляли их. Почему? Потому что человек видит у других, в первую очередь то, что видит у него самого. Это, поймите, это два абсолютно противоположных взгляда на то, что мы видим. Один видит у другого недостатки. Мерзавец, подлец. Мы даже не скажем ничего, опасаясь запрета засловий, но, по крайней мере, подумаем. В лучшем случае, конечно. А в худшем сразу же появится реакция какой-нибудь там в социальной сети, что он такой-то мерзавец и подлец, кто-то большой работы не требует. Двадцать секунд на компьютере. А есть другой подход. Если вижу какой-то недостаток, я обращаюсь. Если я думаю, что что со мной? Я от этого чистый. Если я убью, значит, надо мне обыскать его у себя. У нас, в наших недельных главах и шлахных, и главакорах, мы видим, к чему может привести желание почета, желание величия человека. Говорят даже мудрецы, что одной из причин греха разведчика было то, что они знали, что когда придут в Святую Землю, они не будут больше главами колен. Не будут главами колен. Понимаете, они не просто злостно врали. У них было знание, что они приходят в Святую Землю, они перестанут быть главами колен. Они искали, и глаза искали увидеть то, что может предоправдание мне идти в артестрою. Они видели артестрою иначе, из-за своей тенденциозности. Знаете, проблема наша, мы зачастую достаточно люди разумные, чтобы различить, когда я просто хочу сделать дурное, я не хочу сделать дурное. Но нас часто, наше дурное начало ловит гораздо более, гораздо глубже. То есть она ловит нам нас, что мы, наша тенденциозность влияет не на оценку ситуации, но просто на то, как мы видим ситуацию. Мы изначально видим это так, что идти в артестрою – это могила, это могила. Кстати говоря, вы думаете, это проблема такая, так далека от нас. Потому что есть люди, которые готовы ехать из разных мест в мире в Святую Землю. Знаете, почему? Я использую современное слово. Там они позиционируют. Если у них есть позиция. То, что там живут вместе далекие моторы. Дети учатся не в месте богоборезни, но там у них, он называется, не знаю, какая-то должность, например, главы общины или еще другого. Ну и тому подобное. То это причина, это позиционирование, это причина, чтобы он не приехал в эту землю, не поселился в месте, где можно воспитывать правильно детей и так далее. Почему? Он там позиционируется. Когда мы говорим о том, что нам надо воспользоваться уничтожительным стеклом Торы, то есть Писон Александр использует слово «телескоп» буквально. Чтобы видеть свои недостатки, надо часто видеться на других. Та же история с разведчиками. Они вгробили себя. Вгробили, они буквально отправили, оставили в изгнании наш народ сорок лет. И реально их заслугами, в кавычках, на нас лежат и на сих пор бремя изгнания. Все из-за чего? Из-за желания не идти в родственство. Я вам скажу только одну вещь. Надо понимать, что они были очень большими людьми. И грех был очень тонким. Но именно потому, что они были очень большими людьми. И грех оказал свое колоссальное влияние. Еще можно немножко оправдаться, не оправдаться. Еще можно сказать, что мы настолько маленькие люди, наши грехи, хотя они очень тоже страшные. И нас не точно разрушают и лишают нас мира грядущего. По крайней мере, они другим получат меньше, потому что мы люди незначительные. Человек большой, но грех большого человека – это страшная вещь. Двинемся дальше. Наша глава о корахе. Есть у нас из этой главы, думаю так, из истории, если некоторые плоды у нас есть. Какой плод? Есть апреля Торы, чтобы мы не были как корах его община. Что значит не быть как корах его община? Это не влезать в раздоры. Зовем же так. У раздора есть, могут быть две стороны, может быть одна сторона. Как может быть одна сторона? С кем он ссорится? Не собственным же отражением в зеркале. Очень просто. Когда, допустим, народом Израиля руководит Великий Мудрец и Правильник. Кто-то спаливает его руководство. То есть, Моше Робейн, он не был стороной в раздорах. Это был раздор только кораха его и вообще. Шабейн был на своем посту. Получить Тора Всевышнего и спустить из нашего народа. Потому что он сделал цельно и праведно. Потому что мы читали недавно. Бахон Бейсина имамы во всем доме, он достойный доверия. А кто-то, видимо, сделал им ахлокет. Вот только корах и вообще. Опять же, тут та же самая тема. Человек хочет величия. В общем, величия такого, чего хотели корах и его община. Хотели достовиться, быть первосвященниками. Не хотели величия ни денег, ни чего-то еще. А величия востужения Творцу. Но это желание, эта страсть к величию, и тут она гробит. Тут она гробит. Понимаете, корах был богатейшим человеком. Потому что современным миллиардерам не снится богатством кораха. Он понимал, что все это вещь приходящая. Вот быть первосвященником, что и Всевышним, это вещь неприходящая. И корах ошибся. Он видел, что из него выходит Шмоин и другие левиты, которые воспринимали Всевышнего Судуковского постижения. Потому что не может быть, чтобы такое вышло из меня, а я исчезну. Там мы и лично, он обынулся по себе. Мы должны, я хочу выяснить одну вещь. Есть еще одна тема в нашей предыдущей главе Шла Ахлаха. Надо немножко разобраться. Это очень принципиальная вещь. Народ Израиля бунтует против Исше Рабейну. И не хотят его вернуть в Исраиле. Хотят обратно выгибать. Всевышний раскрывается народу Израиля. И порицает их. И сообщает им страшнейший приговор. Что вы умрете в пустыне. И только ваши дети придут. Что делает наш народ? Делает, как будто бы делает чугу. Пошли бороться с Роей. Пошли бороться с Роей. Пошли завоевывать. Всевышний предупреждает Влад Тит Слаха. У вас не будет в этом успеха. Потому что Всевышний не с ними. Не с ними. Как это можно вообще понять? Это были тоже непростые люди. Я думаю, что их ошибка была в том, что они прекрасно понимали, что истинно замерло Всевышнего, чтобы действительно евреи вошли в эти слова. Даже, что Всевышний не хочет наказания им. И хочет, чтобы истинно вошли в эти слова. Мы считали, что даже Всевышний их наказал уже. Уже приведет к наказанию. То, если они всеми силами будут рваться в эти слова, то Всевышний, как бы они принудят его вернуться к своему первоначальному замыслу. А есть совершенно вещь другая. Когда Всевышний ясно сказал им, что это так не будет. То есть есть раскрытие воли Творца. Если бы вы исполнили волю Творца до приговора, вы хотели бы им на эти слова, вы торгли от себя все засловия разведчиков. Послушались бы Ешуа Бенона и Иканова. Прекрасно. Но вы уже приняли засловия, проплакали. Сейчас проявление Всевышнего изменяется. Сейчас вам надо ехать скупить сорока годами в пустыне. Сорока годами в пустыне. А мы хотим эти слова. Мы хотим. Вроде бы они делают чуму. Но это не до конца истинная чума. Потому что истинная чума есть только одна. Вернуться к исполнению того, что Всевышний нам сейчас велит. И это, по большому счету, наше истинное величие. Еще давайте немножко объяснить. В этих главах, о которых мы сегодня говорили, Ишлахнаха и Икорах, говорится, как великие люди страшно пали. Икорах. И с них были 250. Глав Санадринов с него 250. Это были большие люди. Это не были простые люди. Но их величие, что не было истинное величие, это не было всего-то надуманное. Оно пробудило в них, как я-то понимаю, Жаня еще большего почета. Еще большего величия. И это их угробило. Это их угробило. Знаете, есть одно место в тыле. Это место, кстати говоря, когда Раб Шумуэль Ойрвах, когда говорил на похоронах, на всей Рабицкой Зильбера, это место упомянул. Он ответил себе к нашему учительу, что Рабицкой какое-то место. Сказано в тыле, что в одной из Шире Малу, короткая такая, сказано, что Раб Шумуэль Добид, а Шем ло раму и най, у ло гавалиби, его глаза не поднялись, и сердце ему не возгордилось, и так далее. Наши мудрецы говорят следующую вещь. О чем идет речь? Псарь Добид вырос, призываем, что не достоин жениться на еврейской девушке, посольный раму на Багдаву, Бакаган, позади Штольбамзер, кроме этого. И он был реально отверженным в семье. Когда приходит Шумуэль, собирает всю семью Ишая, чтобы из них выбрать царя, как бы сказал Всевышний, пойди в дом Ишая, и там ты найдешь царя, с любого будущего. Ишай приводит всех сыновей, кроме Давида. Шумуэль среди них не находит. Может, что-то есть еще. А, там есть один, в Хлеву, держит его отдельно, подальше. Приводит отверженного Давида, и Шумуэль видит его, видит, что это будущий еврейский царь, этот самый царь, как сказал Всевышний, на нас его царство. Он на месте, берет елей, помазывает его на царство. И об этом, об этом моменте, говорит Давид, ло раму и най, ло гавалиби, не поднялись мои глаза, не возгордилось мое сердце. Вот я знаю по себе. И мы получаем, даже не ложечку почета, а каплю из пипетки. Сразу нос поднимается, и весь, так сказать, мы все начинаем разбухать, защищение собственной важности. Вам знакомо это? Я знаком. Просто разбухаем. Что сделал Давид, в случае все это наоборот. Он сказал, что он ни в чем не изменился. Ни в чем не изменился? Почему? В мире есть только одна вещь, это служение Творцу. Да, есть служение Творцу, когда находишься отверженным, будучи отверженным, и служение Творцу, когда ты станешь царем. В принципе, в мире ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Для того, чтобы Орбак сказал нашим учитель Арбицкой Зильбера. Это было великое достоинство Арбицкого, что он, вроде бы, его великая борьба за соблюдение Творца в России, он приехал сюда, чтобы бороться не надо было. Можно было починить на наврах, как Игорь Творцкий. А он не изменился. Все осталось как попережнее. Это касается всех нас, надо знать, что истинное величие – это быть истинным служителем Бога Творца. Когда мы сплавим его волю, это единственное, что мы хотим, это и есть истинное величие. А не в том, что мы позиционируем так или иначе. Мы ходим с такой-то шляпой, с другой-то шляпой, у нас с вами ходит служка с двумя, так сказать, портфелями, для важности или нет. Об этом сказано замечательные слова. Эвен мелых мелых. Раб царял, но он как царь. И это касается огромной сферы вещей. Рассказывают, что Рабьохан Абин Закай, Рабьохан Абин Закай передал Тору народу Израиля от поколения до решения храма в поколение после решения храма. Он был самым маленьким мужчиником Гилела. Самым маленьким. И вот Рабьохан Абин Закай уже остановился передать Тору от поколения Гилела к поколению после решения храма. И вот его Тору заболел сын. Он посылает своих учеников просить Раби Ханина бен Доса помолиться о своем сыне. И вот в момент, когда он помолился, сразу сын вернулся в жизнь. Его спрашивает его жена, что Ханина больше тебя? Рабьохан Абин Закай сказал, я бы сделал то же самое сутки, но не помогло бы. Спрашивает его жена, что он больше или нет? Он говорит, я как правитель перед царем, он как раб перед царем. А раб, он как бы входит внутренний покой. Поэтому у него есть влияние, может влияние на царя больше, чем правителя. Это достоинство быть, Мушар Абейн называется, он был, безусловно, величайшим правителем Патоли, а другой, он был раб перед Всевышним. И необходимо нам всем не забывать об этом, чтобы у нас осталось это само ощущение быть рабами перед Всевышним. И бестомное, наверное, оно было в Бьохан Абазакаре тоже. Но может быть не такое цельное, как у Ушар Абейн. И это значит, что это основное настость, исполнять волну Творцу, волну Творца. Это основная радость нашей жизни. Это смысл нашей жизни, это наше величие, которое мы исполняем волну Творца. Это и есть истинное величие. Оно не достигается никаким позированием, никаким поиском величия. И наоборот, когда человек ищет на себе величие, величие сидит, от него убегает. И то, что мы видим сейчас, это в этих двух главах Шлахнаха и Корах, и разведчики, и Корах, хотели себе величия. И мы сейчас прочитали, еще будем читать, как это величие от них убежало и похоронило их. Будьте здоровы, все хорошо. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...